Музыка Его зовут Борис Николаевич, в честь ельцев назвал его. Года три уже ему, так сказать, его выкормил прямо маленького, соски выкармливал, так сказать, вот один сейчас остался, вот эти вот его уже потомства. Так трогательно общается со своим любимым козлом Виктор Леонидович Клюжев, пенсионер из Мариинского посада. Разведением коз он занимается почти 10 лет, и это одно из его увлечений. Переехал Виктор Леонидович с супругой в дом собственной постройки 15 лет назад, как вышел на пенсию. Вот тут и появилось у него больше времени, чтобы заняться разведением еще одних живых существ – пчел. Ну, это же здоровье, так это все, так сказать. Все, не только, и прополис, и воск, он идет, и в медицину идет, все, так сказать. Ну, по статистике вот сейчас, вот сейчас в России почему-то этим делом не занимается. Раньше в каждом совхозе пасека была, так сказать, по 50, по 100 семей, так сказать, было, так сказать. А сейчас уже в хозяйствах ничего нету практически, как таково, так сказать, пчел, так сказать. Вот 95% по статистике – это лично подсобное хозяйство мед производит. Болеет душой Виктор Леонидович за это полезное дело, которым занимается с большой отдачей, в основном для того, чтобы полезным продуктом кормить своих домочадцев. А еще он любит наблюдать за тем, как работают пчелы, и выявлять удивительные закономерности их жизни. Я всегда у них учусь работать, понимаете, вот смотрите, как работает, так ли. Она работает туда-сюда, сюда-сюда, вон. Она, значит, каждая пчела знает свою работу. Вот как у них коллективное, видимо, я не знаю, мышление, что ли, у нее век-то всего, рабочая пчела, ну, пчела, 40 дней живет, понимаете. Вот, как она, вот это все передается, что ли. Вот та пчела, которая собирает мед, допустим, да, это самое, она же, это самое, пыльцу собирает, которая передает просто, выполняет определенную работу, так сказать. Следующий там уже свою укладывает, эту пыльцу в ячейку складывает, значит, нектар туда складывает, так сказать. И как этот цикл, кто у них, коллективное мышление, что ли, вот как у них, как организован. Вот бы людям, говорит, пытались использовать опыт пчел, так сказать, для этого, но как человеческое общество так построить, говорит, не получается. Почему? Потому что у них лодыри нету, а в человеческом обществе лодыри всегда есть. Вот такой закон в жизни, наверное. Конечно, хочется Клюжеву, чтобы увлечение пчеловодством приносило и какой-то доход. Говорят, чтобы для того, чтобы доход иметь, на каждого пчеловода надо 25 семей, так сказать. Тогда будет доход. А так это, в общем-то, ну, для семьи можно немного продать. Ну, сколько примерно, так сказать. Ну, где-то банок 20, наверное, вот за прошлый год взяла. В прошлый год совсем немного, мало было. Неурожайный год бывает такой. Надеется Виктор Леонидович, что этот год будет урожайным и на мед, и на живность, на овощи и фрукты. Ведь все это его жизнь, которую он проживает ради своих потомков. Виктор Леонидович и двое детей. Сыну 53 года, и он живет в Москве. Дочери 43 года, и она живет вместе с отцом, работает в Мариинском посаде на мебельной фабрике. Отрадой для Клюжева является внук Ваня, ради которого он и старается жить активно и долго. Вот сад, все здесь, значит, вот то, что живность, которая, ну, как-то поддерживать. Сейчас вот чисто, если по-честному, по-человечески живут только ради внука. Потому что дети это сама по себе, так получается, это уже, они вырастут уже, разлетели. А внуки это последнее, что человеку остается, достается в жизни, так сказать. Сколько еще протяну, лимит остается маленький, конечно, но если занимаешься, значит, еще раз говорю, вроде бы как-то отвлекает вот этих вот дурных мыслей, так и. Поэтому активный образ жизни, я считаю, это, так сказать, ну, плюс, только плюс дает, так сказать. Надо сказать, что Виктор Леонидович всю жизнь проявлял активность как в профессиональной деятельности, так и в общественной работе. Тогда, когда учился в политехе в родной Вишкороле, когда работал на Мариинском посадском заводе проммеханизации, где прошел путь от технолога до начальника цеха, и когда директорствовал в ПТУ. С 1993 года он является членом возрожденной КПРФ и старается на партийном уровне решать проблемы жителей. То есть скучать некогда, проблем много, но еще пока, значит, если проблема есть, это двигатель, который, значит, дальше помогает тебе жить. Хотя бы, если немножко эти проблемы решались, уже хорошо. А еще есть у Виктора Леонидовича свои твердые убеждения и нравственные принципы, которые позволяют ему жить честно, достойно, несмотря на годы. Я думаю, каждое старшее поколение несет ответственность перед будущим поколением. И то, что случилось в вот эти 90-е годы, и то, что у себя у них творится в стране. Это мы виноваты, это наше поколение. Мы уникальное поколение. Мы в Советском Союзе родились, так ли, перестройку пережили. Но, еще раз говорю, если в душе настрой есть, на позитивный, так сказать, сдаваться не надо, значит, надо жить ради будущего. Будущее – это наши внуки. Владимир Дмитриевич Алексеев в Мариинском посаде знают практически все. Он работал матросом, а потом и шкипером на дебаркадере, который народ называет просто «пристанью». Удивительно, но освоил он эту профессию в 60 лет. После того, как проработал более 40 лет токарем, водителем в сельском хозяйстве и в строительстве, на курсах матросов его встретили с удивлением. Начальник речного порта, когда я пришел, с такой сиронии мне говорит, а ты, говорит, не рановато пришел учиться? Ну, я был вот такой же, с бородой, старый. Я говорю, ничего, мы еще ого-го, вот учились и работали. Я же коренной волжанин. Вот на этом берегу я детство провел. Жил я тоже вот в этом доме, в сером доме. Детство провел я где-то до 5 лет здесь. И вот эта Волга для меня, как сказать, родная мать, можно сказать. В глазах Алексеева за годы его жизни изменилась Волга, стал другим город. Но то, какой была Волга в годы его детства, он не забудет никогда. Запах детства был, вот это запах смолы, весенний запах смолы, когда мужики чинили свои лодки деревянные. В основном дерево было. Лодок было много, очень много. Их на берегу, в старину чего только не было. Лыка, колеса, телеги, бочки, картошка, пшеница. Берег был весь усеян в продукции. Вот. Волга кипела в то время. Очень хочет Владимир Дмитриевич, чтобы все последующие поколения знали, как выглядел Мринский посад в старину и как он преображается. Потому он, работая на берегу, нашел себе очень увлекательное занятие. Снимал закаты, снимал дома. И сейчас создал я двухтомных фотографий, старые, новые морфосады. Уже один из земляров я создал, есть он. Конечно, Владимир Дмитриевич серьезно обеспокоен развитием туризма в родном городе. Проработав уже 10 лет на пристани, он общался со многими туристами из разных городов и стран. Туризм, конечно, хорошо, но надо бы в городе было сделать побольше туристических объектов, чтобы было что показать людям, которые приезжают. Особенно люди с городом. Нравился наш город, наш речал, наш пляж, наша зелень. Они отдыхали у нас. Как это хорошо у нас по сравнению с зеленью, с кругом цветы. Люди вот как-то украшают свои приусадные участки. На самом деле некоторые жители превращают свои дома практически в произведение искусства. Так Алексей Малина реставрировал старый купеческий дом и превратил его в настоящий музей, куда приходят туристы на экскурсии и погружаются в атмосферу купеческого быта. Хозяин дома всерьез изучает историю города, с любовью собирает антикварные вещи, сохраняет их, дает вторую жизнь. Владимир Алексеев ребенком жил здесь, и потому ему очень ценно то, как этот дом выглядит сейчас. Владимир Дмитриевич любит город Мариинский Посад и все, что связано с этим уникальным местом. Он живет интересной и насыщенной жизнью на берегу Великой реки, которая, как и Волга, течет и не останавливается. Ну, по прошедшей нашей жизни, жизнь, я считаю, не останавливается на моих годах. Как-то годы есть, а душа-то молодая, душа куда-то стремится, душа что-то хочет сделать. Как-то охота что-то для людей сделать, что-то идти вперед, дальше, не останавливается. Потому что если остановишься, смысл жизни не получается. А так смысл жизни есть. Город у нас красивый, надо его благоустроить, чтобы сделать краше. Вот и поэтому нам года не беда, и гребсти надо вперед. В селе Октябрьское Мариинско-Посадского района Чувашия живет Николай Алексеевич Васильев. Для односельчан он образец того, как нужно вести здоровый и активный образ жизни. Спорт сопровождает его всю жизнь, ведь заниматься бегом он начал с детства. Купил книги, кроссовый бег такой называется, тонкий книж, и начал бегать. Никто не бегал. Старухи говорили, ой, сердце сгорит, все сгорит. Чего ты бегаешь каждый день, пыхтишь. Интересные были, я в трусах, майках бегал. Ну, это какие годы? 70-е, 70-е, нет, 68-е, 69-е годы вот бегал. По врагам тогда очень хорошо было бегать. Желание заниматься легкой атлетикой привело его на факультет физ. воспитания, педагогического института. После окончания которого он до пенсии проработал учителем физкультуры и тренером. В работе с детьми он вывел свою формулу и применял ее успешно. Ну, там дети разные бывают. Я всегда делю людей на 33%. Вот если ты работаешь в школе, что-то хочешь делать, делаешь, не делаешь, но 33% детей к тебе тянутся. А 33% они ненавидят физкультуру. Они ничего не хотят, они хоть что-то делай, бесполезны с ними. А вот еще 33% останутся. Вот как с ними ты общаешься? Как? Они увидят, что интересно. Вот уже у тебя 66% детей уже. Это я считаю, отлично я работаю. Если 66% детей у меня учатся на пятерку. Николай Алексеевич работал не в спортивном зале, не имел в распоряжении тренажеров. Уроки проводил исключительно на улице. Он постоянно вывозил детей на соревнования, тренировал их усиленно, и среди его учеников много успешных спортсменов. Оля Михайлова была в Югославии. Она в Сербии заняла первое место в Семеновом университете студентов. И мастер спорта международного класса. До сих пор ее рекорд в Семеновом университете студентов там стоит. Вот Вася Иванов был в спецшколу-интернат. Глухие у меня. Тоже хорошие там ребята были. Интересные и глухие. Я не умею, я на пальцах только... Вот, он из Шорша, он здесь же воспитывается. Очень хорошая мальчик. Вот он все мировые рекорды среди глухих устанавливал. В тренерской копилке Васильева 6 мастеров международного класса, 8 российского уровня. Воспитал он и олимпийскую чемпионку Елену Николаеву. Дав ей основной уровень подготовки, он стал предлагать ее в разные спортивные общества, уверяя чебоксарских тренеров, что у девочки большой потенциал. Например, ищу тренера. Берите вот слиток, берите вот золотой же. Нет, у нас таких много, говорят, там чебоксары. Динамо ходил, Боревестник ходил. Да, но у нас таких... Раз, говорят, мы возьмем урожай, а не Шоркин сейчас, ветеран спорта. Мы возьмем. И питание назначили, 30 рублей ей здесь. Ну, она первые места заняла, выехала, выезжала в 8 классе в Киев. И кто туда... На первом месте Союза она выезжала, первое место. Ну, талантная, талантная, слиток золотой. Так проработав более 30 лет, Николай Алексеевич вышел на пенсию. Сейчас он трудится в огороде, занимается животноводством, приучает внуков к занятиям спортом, поддерживает себя в хорошей форме и живет в гармонии с собой. В 66 лет ему года только в радость. То есть жить, самое главное, в согласии с самим собой. Что хочешь, то и кушай. Что хочешь, то и делай. Ну, в смысле все равно. Ну, мы в рамках живем. Отсюда не вылезешь, туда не вылезешь. Говорят, вот главное что, я не курю. Я согласен, да, мне нравится не курить. Мне нравится посидеть в компании. Да, это мне нравится. Иногда душу вылезешь вот так. Мне нравится организовать, например, соревнования какие-то. Я раз организую соревнования. Мне нравится, например. Я звоню в деревню соседнюю, в другую деревню, машина. У меня внуки приехали. Вить в согласии с самим собой, самое главное. Что я согласен в этом мире жить так. Все. Вот и самый большой секрет. Некоторые не согласны. Ну и что, говорят, ты неправильно живешь. Я говорю, да, я правильно живу. Я все делаю правильно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok